В Минске продолжается чемпионат Беларуси по синхронному плаванию. Для участниц соревнований этот старт отборочный на мировой форум, который пройдет в июле в Будапеште. Задача перед девушками пройти в финал. Именно поэтому в чемпионате страны судьи беспристрастны, а конкуренция плотная. Во второй соревновательный день медали были разыграны в технической программе соло, дуэта и группы. На первый взгляд девушка не плывет, а парит над водой. И такой танец весьма впечатляет. Но судей на мировых форумах удивить гораздо сложнее, чем родных зрителей. На чемпионат мира уже завоевала пропуск национальная команда в комбинированном виде программы. Девушки набрали 86,7 баллов. Проходное 84. Теперь дело за соло и дуэтами. В техническом соло побед досталась Ирине Лимановской. Она же была лучшей в дуэте вместе с Вероникой Есипович. В Рио-Белорусске заняли 21 место. Сейчас начался новый олимпийский цикл. Мы будем представлять эту техническую программу и завтра покажем произвольный дуэт, который тоже повезем на этап кубка мира. Я считаю, что мы выложились эмоционально максимально. Мне очень понравилось делать. Я довольна своим выступлением. Подрастает и молодое поколение. На первенстве Европы в этом году Беларусь представит 15-летняя Василина Хандошко. У нее в планах не быть просто статистом. Мои планы зайти на пьедестал на первенстве в Европе. Да. И в соло, конечно. Я собираюсь удивить судьи художественным впечатлением, техникой, высотой. К сожалению, этим прекрасным видом спорта в нашей стране занимаются только в столице. Единственный конкурент город Брест сегодня чемпионат Беларуси проигнорировал. Хочу отметить все-таки нашего ветерана Ирину Лимановскую. Молодец. В общем-то, держит свой уровень, не подпускает никого. Хотя растут и молодые. Василина Хандошко. Все спортсменки из города Минска. К сожалению, нет у нас представительства из Бреста в этом году. Вот. В общем-то, две девочки порадовали очень. В групповых упражнениях технической программы не было равных национальной команде. В пятницу за награды поспорят дуэты в произвольных выступлениях.